Финал мне откровенно понравился. Самая большая проблема, то что я вижу, это опорную зону англичане проиграли. Испания играет от себя, не от соперника. А в финале могло случиться все. Объективно, испанцы были сильнее всех. Да, скучный футбол, ужасно скучный футбол, но результата есть. У Англии поставленной игры как таковой не было. Англичане не были готовы к тому, что испанцы перестроятся. Они еще не доросли до той Испании, которая с Хавис и Ньестой. Финал мне откровенно понравился. Скажем так, немного таких игр было, достойных на протяжении всего чемпионата. Второй момент, то что Испания должна была зарешить вот этот вопрос и не мучиться до конца, это еще где-то к 60-й минуте, когда были моменты. И там 2-3 момента испанцы могли забить. Как бы не получилось, и мы получили валидольную концовку. И хорошо, что Ольма попался на пути мяча, когда вынес из пустых ворот. По большому счету Испания победила заслуженно абсолютно. Потому что если смотреть статистику по их же и по всему, значит, они и ударов нанесли намного больше. И угловых, и голевых моментов создали. Но сборная Англии такого уровня игроки, что дай им, что называется, чуть-чуть зацепиться, они не зацепятся. Вот то и произошло, когда в счет 1-0 был, и Палмер забил шикарнейший гол. Но мои оправдания в финал оправдал 100%. Ну, я полностью соглашусь. Мне тоже финал понравился. Особенно понравилось вот так проанализировать именно финал. То первых 15 минут где-то инициативой владели испанцы. Да, контролировали мяч. Может быть, они где-то мало рисковали, мало доставляли мяч в штрафную. Таких не было 100% опасных моментов. Но потом, получается, где-то англичане перехватили инициативу. Такие качели были. Последняя концовка, наверное, с 35-й минуты. Вообще встречные атаки пошли. И там уже больше немножко голевых моментов стало. Команды раскрываться стали. Начало, опять же, начало второго тайма. Испанцы включились, сразу забили вот этот мяч. Тут понятно, что сейчас будет уже игра более интересная. То, что как бы и болельщики увидели. Но в целом такой финал держал. Держал до самой концовки. И по мне удался. Я скажу, финал это можно разделить на две части. Первый тайм, который вообще практически без моментов. И второй тайм, когда была куча моментов. Наверное, основное стало то, что Родри не вышел во втором тайме, когда он травму получил. Я, конечно, не думаю, что это не проблема в Родри. Это то, что поменялось. Что-то его не стало. А что делать дальше? А не стало то, что просто испанцы забили быстрый гол. Да. И появилось пространство. Появилось пространство и значительно легче стало уже играть. Опять же, если ты идешь в атаку, идет потеря мяча, то, значит, появляется пространство уже на твои воротах. Я бы не видел бы проблему в Родри. А просто в том, что испанцы забили очень быстрый гол, выйдя с раздевалки. Во-вторых, я считаю, что англичане профукали опорную зону. То есть нестандартно сыграл Ямаль. Он предложил себя в инсайдной позиции, в центр. Сместился во фланг. Увели крайнего правого защитника англичан. Из глубины причем уведили. И вхождение, и игра в касание. То есть классический гол. По мне, это 100% англичане профукали центрально. Я скажу, что во втором тайме выше стал подниматься Карвахаль. И Ямаль стал появляться в позициях таких инсайдов. И вот этот гол, это следствие, то, что ты только что говорил. Но Испания на флангах переиграла. Тот же Вильямс просто шикарно терзал этот фланг. Ямаль просто шикарно терзал. Им это помогало. Я имею в виду второй тайм. Первый тайм, ну, очень такая была равненькая игра. Сказал бы, что Ямалю не дали в первом тайме ничего сделать. И очень хорошо этот левый защитник. Люкшоу. Да, очень хорошо его закрывал все. И потом, видно, они перестроились правильно. Карвахаль стал подниматься вверх. Освободил Ямаля. Но здесь я считаю, что англичане именно проиграли в опорной зоне. Эта зона самая важная, опорная. И практически два мяча они оттуда и пришли. Скрывалась опорная зона. Игрок принимал мяч между линиями. Потом шла передача во фланг. С первой ситуации был забит мяч в одно касание. Во второй ситуации мяч был прострел. И игрок завершил. Да, Кукарелия. Классный прострел. Но самая большая проблема, что я вижу, это опорную зону англичане проиграли. У меня фаворит был в Испании. Когда меня попросили прокомментировать это все, я сказал, что Испания по-любому выиграет. Потому что Испания играет от себя, не от соперника. Англичане играли в большинстве матчей от соперника. А Испания играет то, что они могут играть. То есть быстрые фланги, очень мобильная полузащита. Значит, хорошее подключение крайних защитников. Видно, что как бы они не подстраиваются ни под кого. Потому что исполнитель действительно хорошего уровня. А англичане все сначала ноль у своих. А потом уже, если петух клюнет, сколько они уже сразу отыгрывались. Вот в одной восьмой там Беллингем, когда уже отыгрывали, вроде как бы горят. Но они отыгрывались. Они в состоянии были отыграться. А в этой игре вроде отыгрались. И должно пойти опять так, как они хотят. Но, извините, Испания получше. Сто процентов я оставил на Испанию в этой игре. Я считаю, что, наверное, все специалисты, все болельщики видят, что испанцы, да, играют очень легко. Видно, что они играют даже в свое удовольствие. Они умели гнуть свою линию. Даже во многих матчах они проигрывали. У них не было суеты, ничего. Они все равно продолжали гнуть. И в конечном итоге добивались положительного результата. Но, опять же, вопрос. Чемпионат идет практически месяц. И сможет ли команда финал дойти в хороших физических кондициях? Это всегда такая есть дилемма, проблема. А в финале могло случиться все. Потому что есть команды, которые, наоборот, идут по возрастающей. От матча к матчу набирают кондиции. И к финалу выходят. Ну, это как и практика показывала. Не всегда побеждала та команда, которая была сильнее. Феррит в начале. Да. По мне, я так где-то для себя делал 55 на 45. Там 60 на 40. Что испанцы повыше. Но в финале может случиться все, что хочешь. Это удаление какое-то там. Единственное, что я не сказал неправильно, что будет голов не больше одного-двух. А получилось три. Насчет вот этого, Сережа, что ты говоришь. Конечно. Но Испания одну игру сыграла вторым составом, по-моему, под группе. Вот. И они дали передохнуть всем. Не то, что когда Рональду и на эту игру с грузинами вышел. Надо статистику, что называется, добивать до конца. Значит, Испания весь состав поменяла. Никто не был из основного состава. Тех, кто вот играли, допустим, в финале. Ну, я бы, наверное, сказал, что тренер очень грамотно распорядился наличием тех игроков, кто у него был. То есть он правильно распорядил нагрузку на всех футболистов. Она легла так более-менее равномерно. Наверное, самый такой сложный матч был с немцами, когда ряд игроков отсутствовал. Давайте тоже не будем снимать со счетов, что у испанцев было, я считаю, два лидирующих игрока получили травмы. Это Педри, да, и этот... Да, Педри получил, но кто заиграл? Ольма? Нет, Ольма и до этого показывал очень приличный футбол. Но он был на замене, он выходил на замену в основном, и Ольма выдал просто шикарно. Три гола, ну, ребята, для полузащитника это шикарно. Нет, ну, по мне, он очень сильно провел концовку чемпионата в клубе у себя. Это еще раз показывает потенциаль сборной Испании. Да. Вот, но... Что такие игроки сидят в запасе начала чемпионата, правильно? Ну, это не есть плохо, это... Когда такой длинный все-таки чемпионат, когда ты... У тебя не стоит задача выйти из группы, у тебя стоит задача... Выиграть. Да, выиграть, то я считаю, что у тебя 18-20 должно быть равноценных игроков. Причем при сегодняшней системе, когда у тебя есть возможность менять пятерых игроков, ты можешь очень сильно варьировать. У Испании не 22 игрока в основе. Там еще столько же могли привезти из Испании. Но все равно, мне кажется, еще эта Испания, у нее есть огромный потенциал для роста. Команда молодая. Да. У них есть хорошие... Они еще не доросы до той Испании, которая с Хавис и Ньестой, когда они выигрывали чемпионаты, все-таки та команда была более зрелая, более такая еще слаженная. Эта команда находится в начале своего пути, я считаю. Я думаю, их лучшие игры, победы еще впереди. Следующие, посмотрим, чемпионат мира. Я думаю, что они его тоже выиграют. Ну, если такими путями будут развиваться, то... А другие, посмотрите, другие сборные. Я считаю, немцы не сыграли в свою силу. Французы однозначно провалили чемпионат. Хотя полуфинал, казалось бы, но сыграли... Кто? Англичане. Ну, у них реально, они 3-4 раза отскакивали от словаков. Объективно, испанцы были сильнее всех. Они прошли французов, прошли немцев, прошли. То есть, у них был значительно такой... Да. Посев у них очень серьезный был. Не то, что у англичан. Словакия, Швейцария. Ну, и те клубы, которые не обладали такими, может быть, яркими футболистами, они компенсировали дисциплиной, хорошей физической подготовкой. Те же и Словаки. Я считаю, что они достойны были выходить. Вот эта глупая ошибка, ну, выбей мяч за центр поля, а не в бровку. Не было бы этого аута, после которого пропустили мяч. Нету мелочей. Да. В таких играх. С такими соперниками. Кренерская работа это. Чувствовать это все. Когда Палмер выходил, я смотрю так, и говорю, с кем я смотрю, говорю, ну, это же забьет, блин. Зная его, как он играет, как он умеет в своем клубе исполнение на точность ударов. И вот оно так и легло. Но просто другое дело, что не один Саугейт так угадывает заменами. Посмотрите, сколько было уже, когда иначе выходил, когда центрального защитника менял тренер Испании, когда видно, что вот-вот оно где-то может там сзади порваться в концовке матча. Иначе вышел шикарно. Вышел Субеменди вместо Родерри. Шикарно отыграл. То есть тоже тренер как бы делает адекватные замены. Испания ни в одной позиции не провалилась. Англичане тоже ни в одной позиции. То есть чтобы там вышел игрок, и там что-то не то получилось, не было. Посмотрите, там выходили игроки на замену на 91-й минуте, забивали все. То есть это тренерская работа. Саугейт в этом плане он как бы грамотно все делает. Другое дело, что его футбол, вот этот самый как бы оборонительного плана, как бы все отыграем от Испании, отыграем от Мальта, от белорусов, будем отталкиваться, все. Это одно. Но по большому счету Саугейт, посмотрите, в 18-м году чемпионат мира, какое место. В 22-м году, когда чемпионат Европы, опять они в топах. Сейчас опять в топах. И мы говорим, что да, скучный футбол, ужасно скучный футбол. Но результат-то есть. Я бы, наверное, сказал бы, во-первых, то, что угадал, это, опять же, сейчас можно делать 5 замен. А чаще всего все равно меняет игроков атаки. Потому что хотят добавить свежести, добавить скорости. Единственное, там уже тренер смотрит. Появляется больше пространства. И какого плана нужен игрок. И за счет вот этого пространства он как раз и забивал свои мячи в концовке. Защитники, они уже все равно где-то больше устают, где-то больше уже теряют концентрацию. И он этим пользуется. Поэтому для меня тут нет что-то такого сверхъестественного. Плюс, если ты 5 игроков меняешь, то как раз 5 игроков атаки. То есть тут все закономерно. Во-вторых, конечно, тебе надо смотреть. Ты уже там делаешь много передач с фланга. То надо выпускать, конечно, более высокого игрока. Кто может где-то забить головой, где-то побороться. Если ты выигрываешь, и ты видишь, что на тебя тоже много навала. Этих таких передач с фланга. Ты где-то можешь добавить одного центрального защитника. Убрать атакующего. Добавить центрального защитника, чтобы он больше где-то центр сцементировал. Но это и есть работа тренерского штаба. Всего причем. Это не только главный тренер. Еще много помощников зависит. В мячах был один хороший момент. Один такой полумомент. Но я считаю, что испанцы в первом тайме, их была проблема. Они много контролируют мяч, но они мало обостряли. Они мало делали таких обостряющих передач в штрафную. У них даже люди не бежали в штрафную площадь. Много было контроля. Может, задача была измотать соперника чуть-чуть, чтобы они устали больше. Но за счет того, что было мало пространства, не хотели много рисковать, не хотели туда доставлять мяч. Понятно, что один Марата в атаке не всегда достаточно. Людей не хватало в штрафной площади. Даже когда они вскрывали фланг, а там один нападающий, это минимум должно быть 3-4 игрока при вскрытии фланга в штрафной площади. В финале так и играют. Никто сначала шашки наголо вперед не лезет. Потому что ошибка может нарваться на контратаку. И потом попробует отыграться. Лучше иметь на одного человека больше в обороне, или даже два, чем на одного игрока больше штрафной. Заметьте, у англичан появились другого плана игроки. То есть в Англии раньше были хорошо готовы физически, были хорошего уровня футболисты. Но у них не было таких быстрых флангов. Не было игроков, которые могли на флангах обыграть. Сейчас, я думаю, вот эти успехи сборной Англии, это они связаны с тем, что у них появились более качественные игроки в плане индивидуальных действий, в плане... Единственное, я не согласен с тем, что он Санчу не взял. Почему? Потому что Саха и Палмер – игроки одной позиции. А если Саху поставить слева или Пальмера, это уже другое. Это не атакующий, не забивающий игрок, а подающий просто. Доставляющий мяч. Да, доставляющий мяч. Это разные вещи. Но, в принципе, как сборная Англии играла в этом... Она уже и до этого играла. Значит, Люкшоу играет один такого латериаля. Крайнего полузащитника нету левого. В первых играх Фоден играл левого. Но потом он стал смещаться с Беллингемным центром. И уже хоть что-то, хоть что-то стало появляться. Получилось так, что дублирование Саха и Палмера... И вот из-за чего этот Палмер так долго сидел? Он же все время на замену. Он ни в разу не вышел в основном составе. А игрок потрясающий. Я тут бы сказал, добавил бы от себя то, что есть игроки, которые очень... не то, что слабо начинают с первых минут. Просто есть игроки, которые хорошо выходят на замену. И именно когда играют хорошо на пространстве. А начало игры – это все равно всегда борьба характеров. Борьба тактик. То есть здесь уже нужны игроки более, которые тактически обучены. Или более опытные. А уже потом, когда появляется... Более разноплановый, который умеет не только атаковать, но умеет и отыграть в обороне. И в обороне отыграть. Это как правило вот так делается. Испания на протяжении всей чемпионата прибавляла. А Англия в каждой игре, кроме... Ну и получилось так, до финала она мучила нас и мучила всех болельщиков. Откровенно мучила. Вот. И не было такого прибавления, что игра где-то просвечивается, просматривается какими-то хотя бы отрезками по 10-15 минут. Они как играли сначала, так и играли в финале. Просто другое дело, что финал, это уже финал. И игроки начинают показывать максимально свои качества. Испания просто поставлена игра. У нее разнообразная игра. И контратака, и контроль мяча, и индивидуальное мастерство. У Англии поставленной игры как таковой не было. Там был набор классных футболистов. Просто шикарных футболистов. Но вот такого Биллингем просто все время искал этот мяч не возле ворот, а возле защитников в большинстве своих случаев. Игрок суперский, но как бы КПД получилось маленькое. Он должен был закормить мячами Кейна. А Кейн там были игры, там 4-6 раз в мяча касался. Хотя, вот я посмотрел бомбардировку, он 3 своих забил. По 3 бы гола забили, у Гакпа отобрали один мяч, по-моему, с румынами или с чем-то там. И он должен был бы, тогда было бы 4. А так, Ольма, Гакпа, Кейн. Мы говорим, Кейн, да, ну а сколько он должен тогда забивать, если вся команда не может забить? У Фодена 0. Гол, 0, передач. Англичане не были готовы после перерыва, что испанцы перестроятся. То, что у испанцев сработало, Ямаль стал смещаться в инсайдную зону. Еще потерялся между двумя. Да, а опорный полузащитник потерял его просто. Англичане не были готовы к тому, что испанцы перестроятся. И вот это, я считаю, сыграло вот роковую. Это быстрый первый гол после перерыва. Они добавили в скорости, в скорости передач добавили. А англичане вышли играть на тех же скоростях. То есть, опять же, испанцы перестроятся, англичане нет. И я думаю, что вот это сыграло. Второй момент. Ну, мне кажется, тоже менять Кейна, когда ты проигрываешь. Какой бы он ни был, но этот человек, который может в шарфной площади даже просто находиться. Кейн может стоять 90 минут, ни разу не коснуться мяча. Но один раз коснется, это гол. И менять Кейна. Это гол. На 60-й минуте, кажется, Кейна поменялись. 70-й где-то, по-моему, там. Еще счет был. Еще испанцы выигрывали. Да. И ты меняешь Кейна от такующего игрока. Ну, не знаю, я как-то... Сережа, это уже проходило в Баварии, когда Тухель менял Кейна. А потом... Кем играть впереди? Я считаю, что англичане немножко... Я вот полностью соглашусь с Людосом Ионычем это по поводу Биллингема. Он играл очень низко, он распылялся, у него не было конкретики. Правильно, когда команда отбирала мяч, он находился всегда близко к опорным. У них не было пространства при выходе из обороны в атаку. Плюс Кейн очень много работал на оборону, очень много тоже опускался вниз. Они создали очень сильную компактность. Но, когда ты отбираешь мяч, если ты хочешь играть, ты должен понимать, что после отбора мяча у тебя должно быть... Люди должны выбегать. Кто-то должен быть впереди. И вот у англичан этого не хватало. Ну, я считаю, что если так вот брать, то тренерский штаб испанцев сработал значительно лучше тренерского штаба англичан. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok